Насколько часто приходится после перенесенной мамопластики и после последующей беременности или родов, насколько часто приходится попадать на вторичную мамопластику, то есть делать ту или иную коррекцию замены имплантов, без замены имплантов и так далее. Здесь я отвечаю следующим образом. Конечно, первоначальная ситуация зависит от состояния анатомии, от, во-первых, просто размера первоначально молочных желез, именно железистой ткани, которая в последующем при беременности способна многократно увеличиться и растянуть соединительную ткань и кожу. То есть вся суть вторичной мамопластики, при условии, конечно же, что используются высококачественно безопасные импланты, которыми я пользуюсь, технически правильно выполняется операция в правильных руках, без осложнений, без провоцирующих факторов со стороны пациента. Это сопутствующие заболевания, курение, травмы, соблюдение всего режима. Если при всех этих равных условиях все в порядке, все сделано, как это необходимо на мировом уровне, то остается один единственный фактор – это растяжение кожи во время беременности. И вот это, конечно, зависит от физиологии женского организма. Если железистая ткань многократно увеличивается в два, в три, в пять раз в процессе беременности, и при этом кожа имеет особенности к формированию растяжек, разрывов кожи, сформированию рубцов гипотрофических, тогда, конечно, речь пойдет о коррекции кожи. Это не полноценная вторичная мамопластика, это коррекция кожи, удаление ее избыточным. Та часть, которая стянулась, она, к сожалению, больше не сокращается после завершения лактации. Но если мы говорим о том, что были установлены низкокачественные импланты, технические погрешности операции, несовременная тактика с использованием дренажей тех или иных вещей, когда нет показаний к дренированию, я считаю, что в 99,9% случаев при мамопластике первичной нет показаний к дренированию. То есть ряд факторов, которые заведомо приводят не к стопроцентно качественному изначальному результату, то во время беременности, при том же, кстати, неправильном подборе имплантов, когда происходит растяжение тканей, когда происходит гормональный всплеск, то есть беременность – это серьезная гормональная встряска женского организма, на этом фоне, это является провоцирующим фактором для формирования капсулярной контрактуры, для формирования сирома, для того, чтобы имплант, если он неправильно установлен, если он не того качества, которое требуется, он может пролебировать, немного провалиться, если разрушена субмамарность, то есть много факторов. Это все приводит к тому, что, конечно, необходима вторичная мамопластика, заключающаяся в замене имплантов, уменьшении кармана, уменьшении избыточной кожи, подтяжки и так далее.